Весть о благотворительной акции по созданию снеговичков для Андрюши очень быстро распространилась не только по Беларуси, но и далеко за её пределами. На помощь мальчику приходят неравнодушные рукодельницы, участвуют в акции и солигорчане. В ходе мастер-класса по изготовлению снежных фигурок из белых носочков участницами было сделано около 30 снеговиков. Столько же смастерили и солигорчанки, посещающие отделение дневного пребывания для пожилых граждан, действующие на базе Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения. Об акции я узнала в ВКонтакте, ТБС, творчество, благотворительность Солигорск. Больному мальчику делали там снеговички, увидели мы, увидела я лично сама фотографии, как это делались и решили поддержать. Купили носочки, значит, в твоём настроении нам дали наполнитель, купили там глазки. Губки купили, в общем, всё. Позвонила девочкам своим и вот решили помочь больному ребёнку. Увлеченно мастерили снеговичков участницы клуба креативное рукоделие. Каждый зимний персонаж наряжали в шапочке и шарфике. Несмотря на то, что программа занятий изменилась спонтанно, изменения восприняли с энтузиазмом. Очень хорошо восприняли, потому что все люди имеют внуков, тоже с пониманием, с большим. И это небольшие затраты. Хоть у нас и пенсия небольшая, но для нас это вполне возможно. Не отказываемся помогать. Я ж тоже волонтёр, сюда ж меня никто не гонит. Я сама иду с большим удовольствием. Так и все девочки занимаются. Это в удовольствии, это, как говорится, доброе, хорошее дело. Помочь Андрюше может каждый желающий, смастерив снеговика самостоятельно, либо принеся в пункты сбора белые носочки и пуговички, из которых впоследствии будут изготовлены зимние персонажи. Пункты сбора носочков и снеговичков в Солигорске расположены в трёх точках. Магазин «Твое настроение», улица Козлова, 12А, кофейник «Офи Типоинтс» и рынок «Октябрьский», павильон, 453.